Дневной разворот 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 Да, 23-е число, суббота. В 16 часов на территории Александровского сада начинается выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам. Продлится она непосредственно до старта забега. Забег и на 5, и на 10 километров. Он стартует в 10 часов вечера. До этого будет еще торжественное открытие в 27.30 и разминка для всех участников в 27.40. Стартовый пакет, что туда? Да, стартовый пакет, что туда входит? Интересная формулировка. В стартовый пакет у нас входит стартовый номер, чип электронного храниметража, булавочки, чтобы этот стартовый номер закипить на одежде, фонарик налобный и также подарок от спонсоров. То есть это достаточно зрелищное мероприятие, когда по вечернему городу бегут люди. Да, 400 фонариков бежит, да, это достаточно красиво. Старт будет дан ровно в 22 часа, да? 22. И завершение примерно? В 23.30 у нас закрытие финиша и сразу после закрытия финиша у нас церемония награждения. Ну, давайте сейчас пройдемся по маршруту, по которому, собственно, да, побегут участники забега. Администрация накануне опубликовала список улиц, речь идет о перекрытии движения, да, о полном временном прекращении. Да, то есть с 9 часов будет ограничено движение, а с 10 оно будет полностью перекрыто. То есть в 10 часов, когда будет данный стаб забега, соответственно, на те улицы, которые в постановлении администрации обозначены, выехать будет невозможно. То есть сотрудники ГИБДД будут находиться на месте, да, и они будут следить за тем, чтобы транспортные средства... ГИБДД будут и дороги перекрыты большеврозными транспортными средствами, да, чтобы предотвратить выезд как будто не было. Угу, угу. Ну, в первую очередь, да, тут список прямо передо мной, достаточно обширный перечень улиц. Ну, кажется обширным. На самом деле, по большому счету, мы задействуем только улицу Казанскую, а все остальные улицы, они свободны. Улица Казанская, если не ошибаюсь, от улицы Орловской до улицы Мопро. Вот такой, да? Ну, до улицы Труда, фактически, мы подвяжем, да. До улицы Мопро там предварительно. Они выпускают просто дальше, чтобы... Андрей, давайте напомним еще. Основные требования к участникам забега. Определенная форма, ну, там, кроме того, что вы дадите, да, спортивная форма, состояние здоровья, чтобы было соответствовало тоже. Это все необходимо, да, соблюсти? Ну, основные требования, это, конечно, медицинские допуски, да. Каждый участник должен быть допущен врачом для участия в задании. А то, что касается формы одежды, ну, тут каждый волен сам выбирает, да. Кто-то может и в карнавальном костюме бежать, кто-то в спортивной форме. Кому в чем удобнее, комфортнее. То есть, забег не только спортивный, да, но у него есть такая и фановая составляющая. Можно как-то различить. Ну, то есть, какое-то оптимальное сочетание, да, по практических целей. Ну, можно исходить из погоды, да, какая погода будет в это время. Надо понимать, что это вечернее время, где-то прохладнее, чем днем. Соответственно, одеваться надо соответствующим. Простите ли вы от участников приносить справки? Обычно у нас, когда Орецкие холмы проходят... Медицинский допуск, он обязательно. То есть, без медицинской справки мы к соревнованиям не допустим. Справка от терапевта, как мы ее принято называем, да? О том, что человек по состоянию здоровья, он может вынести эту, собственно, физическую нагрузку. Да, то, что ему не противопоказано. Да. Напомните еще, Андрей, как люди выбирают 5, либо 10 километров бежать? Ну, в настоящее время у нас чуть больше участников на 5 километров. Буквально на несколько человек, да. Да. Почти поровну. Ну, участники сами, да, ведь выбирают? Какую дистанцию? Да, на какую дистанцию они готовы, соответственно, на то и не регистрируются. А много ли новичков, много ли старичков? Ну, вот какое-то такое разделение. И возможно ли это отследить вообще? Люди, а профессионалы? Да, достаточно сложно отследить, кто впервые участвует, кто уже много раз участвовал. Вообще мы, по сравнению с прошлым годом, в прошлом году у нас стартовало 330 участников. В этом году мы довели до 400. И до явки они поступают до сих пор. Я думаю, что если бы было 500, то 500 человек зарегистрировалось. То есть сейчас просто вот те, кто опоздал, они, наверное, слезы льют и говорят, а почему? К сожалению, да, мы ничего не можем поделать, так как все было рассчитано и заказано на 400 человек. Мы, к сожалению, больше принять не можем. Вот я смотрю на сайте «Вятские холмы». Тут обозначено, что это мероприятие для спортсменов-любителей, но профессионалы все равно участвуют, да? Им же никто не запрещает? Да, конечно, конечно, да. То есть мы профессионалов никаким образом не исключаем. Есть ли какие-то правила для зрителей и для участников? Условно, там, нельзя мешать друг другу, там, выходить на трассу с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать своего бегущего, близкого, либо друга какого-то? Весспорно, как таковых правил ограничений их нет, да, но я думаю, что все люди, понимающие, должны относиться с уважением друг к другу, как участники к зрителям, так и зрители к участникам. И как-то находить компромисс, да, не мешать друг другу, помогать друг другу, поддерживать друг друга. То есть такие мероприятия, они для этого и проводятся, чтобы люди дружили и сплачивались, да. Вопросы безопасности участников забега, тут тоже продуманно все, то есть следить за физическим состоянием, мало ли кто-то споткнулся, упал, экстренно подбежать, оказать помощь. Вы ее обследовали, посмотрели? Ну, трудно, конечно, да. Всю трассу обследовали, на протяжении всей трассы у нас будут находиться волонтеры, которые будут следить как за прохождением дистанции, так и за физическим состоянием участников, да. Волонтеры-медики участвуют в этом мероприятии, да, они на протяжении всей трассы выходят. Также в том виде скорой медицинской помощи будут на дистанции находиться. То есть подготовка проведена соответствующая, да. Я просто сейчас... Специалисты будут следить. Я просто сейчас пытаюсь представить и вспомнить, насколько хороша освещенность там, да, вот этих вот улиц. Там фонарики будут, фонарики будут, налогные. А, понятно. Налогные фонарики, то есть без фонариков участники не допускают. Ну, кроме того, мы бежим по освещенным улицам города, и парки тоже у нас сейчас все освещены. Андрей, дает ли участие в этом забеге какие-то плюсики человеку, кто, ну, профессионально, может быть, бегом, легкой атлетикой занимается, там, для, не знаю, для последующих стартов каких-то? Вообще результат, вот за результатом бегут или бегут просто для удовольствия? Ну, каждый бежит, у каждого своя мотивация, да, кому-то нужен результат, кто-то соревнуется со своими традиционными соперниками, для кого-то это первый забег, первый опыт, да, первое преодоление себя, да, кто-то бежит в поддержку, там, друзей, близких, кто-то за компанию бежит. То есть, ну, у всех абсолютно разные цели. Для того, что касается профессионалов, то, ну, для них любой старт, это, если это, там, не старт, которому они готовятся всю жизнь, да, то это, как минимум, хорошая тренировка, да, любое соревнование, это, да, лучшая тренировка это соревнование. Угу. А спортсмены из других... С кем ты соревнуешься. Да, участники, любители или профессиональные спортсмены из других городов, они уделяют внимание этому мероприятию вам известно? У нас на сегодняшний день зарегистрированы участники из 13, нет, из 14 регионов России. Ага, а откуда? Сейчас, секундочку, я вам могу сказать. Наверняка из столицы принимают участие, столицы, вернее, как-то бывают обычные соседние регионы, да. Традиционно, традиционно, это, конечно, ближайшие регионы, вот у нас есть Архангельская, Владимирская, Ловогодская область, Кировская, Московская, Нижегородская, Пермская, Ростовская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Иркутская область. Иркутская? Да, Коми, республика. Ну, Иркутская, это, видимо, самая отдаленная точка. Отдаленная от Кирова, да, да, да. А что движет этими людьми, вот, собственно, интерес? Люди, несколько дней, получается, из Иркутска едут сюда. Ну, по себе могу сказать, да, то есть я тоже спортсмен, любитель, посещаю соревнования в различных городах и регионах. Ну, это, прежде всего, это интересно, да, то есть как люди путешествуют ради того, чтобы посмотреть достопримечательности, так же точно они путешествуют, чтобы поучаствовать в спортивных событиях, да, и одновременно при этом можно посмотреть и достопримечательность. У нас на всем пути, забега по маршруту от Ночной Вятки, там порядка двадцати достопримечательностей городских. Ну, место такое, да, историческое, собственно, да. Слушайте, ну, подождите, они же бегут в этот момент, им же никто не рассказывает, не бежишь же рядом, не знаю, Антон Касанов и не рассказывает. Они пробегут, да, а на следующий день увидят эти места прекрасные, и с Антоном Касановым на следующий день пойдут. Уже пешком. Да, совершенно верно. А, кстати, да, если люди приехали издалека, из других городов, как-то было бы, наверное, закономерно с ними, ну, действительно, пообщаться, да. Ну, экскурсия какой-то провести для них, да. Ну, как-то приехали, пробежались и разошлись, но это как-то, ну, что-то как-то неуважительное, что ли. Ну, вообще, есть идея проведения таких беговых экскурсий, да, то есть, вот сейчас нужно только найти такого спортивного вида, который, наверное, это делать все равно. Ну, название созрело уже само собой, есть пешком по ветке, есть бегом по ветке, собственно говоря. На бегу по ветке. Вот если Антон Касанов начнет бегать, то мы соберем. Надо, кстати... Всем бы нам не мешало начать бегать. Понятно. Андрей, давайте еще про ограничения движения скажем, если вы... Мы, собственно, уже прошлись, поэтому, да, список улиц, он доступен, официально утвержден городской администрацией, как Андрей сказал несколько минут назад. Он только кажется большим и обширным, да, на самом деле, это улица Казанская, в основном. И примыкающая. Да, от улицы Орловской до Труда, как сказал Андрей, и, в общем-то, он не видит особых тут проблем для участников движения, учитывая то, что... Но это вечер субботы. Да, вечер субботы. Это вечер субботы, есть альтернативные маршруты движения, то есть практические движения не будут затруднены. А парковаться там тоже нельзя, да, на участке? Да, парковаться там тоже нельзя. Ну, там знаки, наверное, будут стоять, я думаю, что... Ну, и сотрудники, сотрудники, да. Сотрудники полиции, да, они этим традиционно занимаются, достаточно профессионально. Будет ли что-то потом по итогам этого забега, что можно будет посмотреть, не знаю, фильм, фотографии, какие-то видеофрагменты для тех, кто не сможет? Будет и фото, и видеосъемка, и отчетный видеоролик, как всегда, подготовим. И он обычно очень красочный, интересный, да, после ночного забега. Андрей, давайте еще про старты скажем. То есть вот ночная вятка будет здесь, в середине лета фактически, да. А что будет еще у нас в этом году? Будут еще старты из серии Вятские холмы? У нас запланирован еще марафон Вятские холмы на 4 сентября. Вот сейчас на этой песне согласования этого мероприятия мы находимся. Это тоже традиционное мероприятие, соответственно, да. Да, это традиционное мероприятие, да, вы знаете, на театральной площади на Проволе. Да, да, да. Октябрьский проспект, улица Московская здесь, да. Ну, и все, и больше в этом году в городе Кирове мы пока не поменяли. Спасибо. Да, спасибо, благодарим Андрея Рудина, был он с нами на связи, про марафон Вятские холмы нам рассказывал. Председатель Президиума Федерации Триатлона Кировской области и организатор этого забега. Ночная вятка, 23-е число. Благодарим. Ну, мы с тобой позавчера, кстати, говорили о еще одном мероприятии, да, которое тоже пройдет в субботу 23-го числа в нашем городе. Ну, я просто, вот у меня такая перекличка возникла. С утра можно будет официально побегать, вечером можно будет побегать, но немножко в другом месте, хотя они географически довольно рядом. Там у нас на набережной Грина будут, да, собираться. Здесь, собственно, в основном на улице Казарской. Пять верст и ночная вятка. Да, в районе Александровского сада, но отличие пяти верст в том, что там не то чтобы регистрации нет, там можно будет прийти с утра к девяти утра, да? Да-да-да-да. Насколько мы помним, и пробежаться. А тут уже, собственно, все уже зарегистрированы, и вставать на этот учет уже поздновато как-то. Но можно зато поболеть. В общем, такой спортивный день достаточно будет. Спортивный суббот. 23 июля. Я вот тут смотрю для интересов прогноз погоды на субботний день. Там все будет замечательно. То есть нет дождя. Солнечно, без дождей, днем до плюс 26, и вечером, если говорить о забеге ночная вятка, по-моему, очень комфортная температура воздуха для легкоатлетов плюс 20. Плюс 20, не жарко. Вот такая суббота пройдет у нас в городе. Ну, теперь переходим к переходу. Которую анонсировали. Это тема не очень, мягко говоря, такого презентабельного вида подземных пешеходов, пешеходных переходов в нашем городе. В июле 21-го года администрация приняла решение закрасить стены. Ну, еще раз повторюсь, многие горожане были недовольны и цветом краски, и вообще смыслом всей этой работы. Зачем у того же подземника УЦУМа закрашивать гранитные плиты какой-то краской? Уж проще вымыть. С Дмитрием Валерьевичем Осиповым, я так понимаю, у нас не получится. Не получается у нас связаться. Тогда представные гости. Игорь Меркулов с нами на связи. Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры. Игорь Александрович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Мы хотим поговорить подробно про эту инициативу. Конкретный повод у нас сообщения Дмитрия Осипова в телеграм-канале. Скажите, Игорь Александрович, вообще давно ли вот эта тема уже вынашивалась снова в какой-то божеский вид привести эти подземные пешеходные переходы? И вообще тот факт, что проводится опрос по выбору цвета краски, означает ли, что в ближайшее время пешеходные переходы, внутреннюю их часть, ждет ремонт? Да, все, что касается подземных пешеходных переходов, несколько лет они у нас, по сути, проводился только какой-то небольшой косметический ремонт, то есть окрашивались внутренние поверхности стен. В этом году мы занялись, скажем так, более глобальным ремонтом входных групп, то есть мы меняем именно кровлю, окрашиваем металлические конструкции все, частично восстанавливаем ступени и где-то, может быть, отпавшую плитку. Параллельно с этими работами, конечно, проводятся работы по окраске стен подземных переходов, то есть те стены, которые у нас там рисованы где-то граффити, где-то какой-то реклама нефункционированной, то есть эти работы тоже будут проводиться. То есть средства уже выделены на это, просто когда мы говорили про ремонт входных групп с Екатериной Безгачевой, по-моему, мы говорили, тогда были выделены средства именно на входные группы, то есть то, что сейчас появилась информация... А входная группа это то, что снаружи, собственно, да? То, что снаружи, да, то, что сейчас появилась информация про выбор цвета, это уже означает, что деньги выделены, да? Да, если мы говорим именно о окраске внутренних стен подземных пешеходных переходов, то да, денежные средства у нас изначально закладываются в бюджете. Небольшая сумма в рамках именно содержания этих подземных переходов. А небольшая это сколько? То есть приборка, очистка. На каждый подземный переход, на окраску у нас порядка 30 тысяч рублей выделяется. Немного, не густо, прямо скажем. Ну, нам, опять-таки, сравнивать-то особо не с чем, только лишь какие-то свои квартиры, да, свои участки, свое хозяйство, да? Ну, банк окраски, я не знаю, фасадные, которые, наверное, используются, а банк окраски, вот, алкидные, которые красишь обычно, она рублей 300, наверное, стоит, вот эта маленькая килограммовая баночка. Игорь, скажем. Баночка, игрушка, какие-то обмаменты, либо элементы какие-то ключевые, вот, например, здания, это же какой-то, может быть, риф у нас монастырь, схематически красиво нарисовать. Данный вопрос у нас изучался. Собирали предложения от, вот, нацик, соответственно, окружников, местных, там, различных арт-групп, вот, например, выходили на фантазариум, ребята тоже занимаются художественной росписью. А в среднем стоимость росписи, вот именно такой художественной, где-то, нанесение граффити, составляет от полутора тысяч до двух тысяч рублей за один квадратный метр. Согласно наших расценок, мы тратим всего 100 рублей, то есть, практически, в 14-15 раз, мы стоим на нанесение граффити больше. Да, но при этом мы получаем не картинку, а стену пустую, голую, на которой люди некоторые рисуют. Ну, смотря, а где, а где, понятно, что. Да, абсолютно нет ведь защиты от того, что эти, если даже эти граффити появятся, граффити вроде так правильно говорить, да, ну, да, что их потом не закрасят, где, собственно? Кто не закрасят? Вот эти же хулиганы? Не придут, что голая стена, что там граффити красивые изображены, все равно это будет закрашено, на мой взгляд. То есть, если руки чешутся, то они в любом случае испортят этот и другой вариант, да. В любом случае, хотел бы отметить, да, верно, то есть, на каких-то рисунках, наверное, они частично снимают как раз, вот, не знаю, желание, может быть, вандалов нарисовать какие-то надписи, но от этого, конечно, никто не застрахован. В любом случае, перед нанесением, там, тех или иных рисунков, поверхность необходимо подготовить. Вот как раз глава администрации была инициирована голосование, опрос общественных мнений, с точки зрения выбрать, может быть, какой цвет у нас пойдет, хотя бы на подложку, на нижнее основание. Наша позиция, конечно, выбрать какой-то, может быть, нейтральный светлый свет, чтобы добавить, может быть, немножко, в том числе и света в подземные переходы. При этом, хотел бы отметить, что мы в настоящий момент ведем переговоры, ну, продолжаем вести переговоры, в том числе с нашими художниками, местными, много очень общественников, желающих, так или иначе, может быть, приложить свою руку и украсть именно подземные переходы. То есть, вот, эта работа, она у нас не останавливается. В любом случае, даже сейчас мы с вами окрасим стены в однотонный цвет, берем вот эти все надписи, красите, все надписи, вот, какие-то нефункционированные рекламу. А в дальнейшем, конечно, поверх этого мы можем всем общественности нанести рисунки и украсить дополнительно надземные переходы. Да, Игорь Александрович, только вопрос, вот, как долго протянется это в дальнейшем, потому что в прошлом году, когда покрасили вот в этот бежевый цвет стены, да, тоже было тогда сказано, что, ну, вот мы сейчас сделали фон, отремонтировали и скоро проведем конкурс, значит, и нанесем рисунки. Это все делалось со словами «возможно». Возможно, да, прошел год, вы понимаете, что денег, наверное, нет, я так понимаю, да, раз вы говорите о том, что работы просто по покраске, они в 15 раз дешевле, чем нанесение рисунков. И партнеров каких-то, которые могли бы оплатить это, я так понимаю, тоже нет, не найдено, да? Ну, вот в настоящий момент мы ведем как раз обсуждение, у нас много активных людей, то есть это и деревянная кружевая вятка, у них интересные, красивые орнаменты есть. У нас в честь юбилея Чарушина, Чарушин 160 лет, у нас исполняется, там есть инициативная группа, которая, в принципе, заинтересована, наверное, в какой-то части, может быть, потратить часть каких-то своих средств спонсорских и сделать для города какие-то красивые, интересные объекты. Поэтому в этом направлении, в любом случае, мы работаем. Также хотел бы отметить, тоже видели в соцсетях сообщение о том, что гранитную плитку у нас мы закрашиваем. Хотел бы тоже дать небольшой комментарий касательно гранитной плитки. Гранитная плитка, она у нас, как таковая, расположена в основном только на входных группах, то есть внутри, в самих подземных переходах, но очень мало где она у нас есть. В основном это просто обычные стены. По гранитной плитке, конечно, если есть такая возможность использования средств, размещенных очистителей, там, может быть, химикатов, мы вот эти вот краску и граффити, вот это все стираем, очищаем, то есть у нас первая очередная задача все-таки, конечно, гранит, если это возможно, восстановить и привести на небольшой вид. Если у нас не получится, не получается это делать, ну, тогда единственный вариант как-то более-менее облагородить, это именно его окраска. Опять же, в исключительных случаях мы приложим все силы, чтобы оставить именно гранит чистый. Определились ли вы с датой, примерно, начала работ, потому что, ну, до какого времени будут все выбирать? В настоящий момент, я думаю, до конца месяца мы еще раз проведем анализ, в том числе и социальных сетей, потому что нам очень важно, чтобы сами граждане выбирали, тот цвет, который у нас будет, в том числе и даже в дальнейшем, если мы говорим о каких-то конкурсах и рисунках, тоже хотелось бы, чтобы общественность именно выбирала хотя бы тематику, да, то есть, допустим, там, День Победы или там какие-то другие моменты. До конца месяца мы определимся с цветом, и, я думаю, в начале августа работы по окраске у нас начнут. Скажите, пожалуйста, еще, Игорь Александрович, вот тот список цветов, предложенный сити-менеджером Дмитрием Осиповым, он окончательный уже? Светлый, цвет слоновой кости, серый графитовый, желтый, синий или зеленый, яркий, или будут еще какие-то варианты? И почему именно эти варианты, кстати, да? Если мы говорим о палитре цветов, конечно, она огромная. Мы прекрасно понимаем, что по каждому цвету есть огромное количество оттенков. Нам на год даже предлагали палитру, может быть, там, из 150 или 200 разных-разных оттенков. Те цвета, которые были выбраны, они были выбраны, ну, скажем так, примерно основные цвета, просто понимать, примерно именно к самим гражданам. Конечно, если мы в дальнейшем на каком-то цвете остановимся, мы еще раз посмотрим все оттенки и, ну, проанализируем, подумаем, что выбрать. В любом случае, всегда можно в комментариях указать какой-то свой цвет, который люди хотят видеть. Да, я просто сейчас думаю, что если вы все-таки рассматриваете вариант, какие-то подземные переходы расписать, то, наверное, там логично будет красить как раз в светлый какой-то однотонный цвет, чтобы это было фоном. Но вот интересно, если люди скажут, и большее количество голосов наберет серый графитовый, то что вы будете делать потом? Да, мы за этим точно так же следим. Конечно, фото графитовый, наверное, он с точки зрения и в дальнейшем поддержания... Он практичный. ...максимально-максимально. Да, то есть на нем, видно, может быть, беряются какие-то такие моменты. Но при этом вы верно отметили о том, что светлые стены, они как раз позволят быть тем задним фоном для последующих рисунков. В любом случае, хотелось бы немножко добавить. У нас там сейчас идет работа по добавлению освещения в подземные переходы, да. То есть зачастую у нас там горит одна-две лампочки тусклые, ну, создается, наверное, светлая атмосфера. В том числе, если мы сделаем серые стены, наверное, это будет у нас короновато. Поэтому в любом случае изучаем мнение людей, ну, и в любом случае будем определяться по итогу. Хотелось бы сделать красиво и светло, чтобы людям нравилось ходить по подземным переходам. У меня, на самом деле, еще есть вопрос к Игорю Александровичу. Ну, у нас реклама подходит. Может быть, попросим. Можете ли вы с нами остаться на полминуты, подождать, пока у нас реклама в эфире, и мы вернемся к разговору. Хорошо. Спасибо. Хорошо, да. Игорь Меркулов с нами на связи, начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры. Игорь Александрович, еще раз здравствуйте. По-прежнему вы с нами? Здравствуйте, да? Мы сейчас задались более, наверное, какими-то серьезными вопросами. Мы говорим о последствиях, когда стену покрасили, она разрисована. Действительно, все это очень плохо выглядит, и надо избавляться от этого. А если говорить о профилактике, о предотвращении вообще таких действий, не знаю, системы видеонаблюдения, достаточно эффективно установленная в переходах, чтобы... Ну, просто мы сейчас живем как-то, вот в нашем современном обществе уже для многих принято, если ты видишь видеокамеру, то она тебя дисциплинирует. Зная, что тебя снимают, и может попасть в кадр твоя неправомерная, там, что-то, деятельность, то ты не будешь этого делать. А вообще... Об этом разговоры идут в администрации? У нас в подземных переходах вообще есть видеонаблюдение или нет? Если мы говорим именно о декурсах, о положении дел, да, мы полностью поддерживаем данную позицию. О том, что камеры видеонаблюдения, они необходимы. Они дисциплинируют у нас людей, в том числе позволяют выявлять там какие-то факты вандализма, там, либо порчи, в том числе муниципального имущества, которое принадлежит всем нашим гражданам. А если говорить именно о текущем положении дел, то пока на данный момент у нас комплекс именно фиксации всего, всех процессов, которые происходят в подземных переходах, их, к сожалению, нет. Хотел бы отметить, что планы по установке камер есть, они обсуждаются. При этом мы должны понимать, что нам необходимо не только приобретение данных камер, но и сами по себе услуги по хранению этих записей, обслуживанию этих камер, возможной чистки, в том числе, может быть, каких-то ремонтов, если опять же не будут повреждены. Сам по себе вопрос у нас стоит довольно широко, в том плане, что мы хотим оборудовать все-таки на перспективе не только подземные переходы. Например, в этом году у нас были отремонтированы несколько остановок стеклянных, например, на театральной площади рядом с фонтаном. То есть были заменены вот именно те стекла на остановке, которые были заклеены в свое время, испорчены, разбиты и так далее. То есть у нас желание-то оборудовать в том числе и остановочные павильоны, красивые наши, о том, чтобы они как можно дольше сохраняли тот эстетически красивый вид, который у нас есть. Чтобы не появлялись там непонятные объявления и всевозможные какие-то рисунки. Ну да, остановки, они тоже зачастую являются объектом посягательства этих недобросовестных людей. Но это, я так понимаю, вопрос прямо очень отдаленного будущего. То есть пока даже в планах нет. Ну, надо просто посчитать объемы затрат, заложить соответствующие средства в бюджет. Если депутаты поддержат, почему нет, значит будем выделять. В любом случае, если мы делаем тот или иной какой-то новый объект, либо где-то что-то благоустраиваем, конечно, мы должны за этим следить. И следить не только в части приборки, но и в части именно контроля возможных каких-то нарушений, которые могут быть на этих объектах. Игорь Александрович, еще вопрос. Видела в социальных сетях обсуждение, что можно было бы, наверное, как-то использовать наши подземные пешеходные переходы, в том числе для размещения, может быть, торговых объектов, либо размещения рекламы, либо еще что-то. То есть вот вы говорите про затраты, которые нужны для приведения их в порядок и более красивого, скажем так, благоустройства. Тот же подземный переход у центрального Нью-Йор-Мага, он же долгое время там находились, вот эти торговые точки, что-то там предметы одежды какие-то продавались, насколько я помню. Нынешними правилами это запрещено или в чем дело? В настоящий момент, да. Торговая, она должна быть соответствовать текущим требованиям торговым. Размещение каких-то небольших точек в отземных переходах, этот вопрос тоже у нас, в принципе, был на обсуждении. Надо понимать, во-первых, чтобы это бизнесу было интересно, да, размещать там какие-то стационарные свои объекты. А во-вторых, конечно, мы должны понимать, насколько это может так или иначе улучшить или наоборот ухудшить визуальное состояние этого подземного перехода. Вопрос на обсуждение, пока каких-то комментариев более дать не могу. Ну вот, что касается рекламы, такая практика у нас имеет место быть, например, по этим же остановочным павильонам. У нас есть ряд остановочных павильонов, если мы возьмем, например, эту же театральную площадь, о которой мы говорили. Вот остановочный павильон на улице Карла Маркса напротив фонтана, на противоположной стороне. Он у нас передан как раз бизнесу. Бизнес на нем размещает свои рекламные, соответственно, объекты, свою рекламу и при этом отвечает за содержание данного комплекса. То есть эта остановка у нас также всегда очищена от объявлений, почищена, красивая. То есть вот такой симбиоз, он имеет место быть, да. А пешеходные переходы пока как площадь для рекламы не рассматривается, да, как площадка? В настоящий момент пока нет, но мы же понимаем, что мы не стоим на месте. И то, что мы не рассматривали сегодня, вполне возможно, через месяц мы к этому вернемся. И через два месяца уже, может быть, реализуем. Просто по опыту поездок в разные города я вот с трудом себе представляю. Не могу, наверное, вспомнить ни один подземный пешеходный переход, где не было бы что-то такое размещено. То есть какие-то рекламные плакаты, конструкции какие-то, еще что-то. Ну да, опыт такой есть, но достаточно распространенный. А в целом, Игорь Александрович, если уж говорить об общем таком состоянии подземных пешеходных переходов в нашем городе, насколько внимание этому уделяется? Просто люди в тех же соцсетях часто жалуются и на освещение, и на то, что воды там бывает очень много в период осадков, и паводка. В последнее время ситуация исправляется? Да, в этом году мы, в принципе, приступили к ремонту входных групп, ремонт стен внутри подземных переходов. Планируем заменить освещение, чтобы добавить у нас света было чуть больше. Вопрос именно о гидроизоляции самих подземных переходов, если мы говорим именно о наличии воды. Тут два пути у нас есть. Первое, конечно, это, например, добавление защитных козырьков. Если мы говорим о подземном переходе Утсума, то он у нас без козырьков. То есть в течение зимы, в летние периоды времени, когда идет дождь, снег, сюда попадает подземный переход. И, конечно, там остается до момента, пока его, соответственно, этот снег либо не уберут, либо воду не откачают. То есть первый шаг у нас, это, конечно, добавление везде козырьков, чтобы исключить возможность попадания осадков, подземные переходы. Но в перспективе, конечно, это разработка проектной документации и, наверное, более глобальная работа по ремонтам гидроизоляции самих подземных переходов. Чтобы вот эти вот верхние грунтовые воды туда через стены не проникались в фундамент. То есть такая вот долгоиграющая история. Мы именно так занимаемся. Ну, тут бы уже... И дорогостоящая. Да, дорогостоящая. Ну, тут уже ближе к завершению нашего диалога. Было бы, наверное, закономерно спросить, а может быть, планируется в администрации появление где-то еще подземных пешеходных переходов в нашем городе? Просто я не знаю, насколько по адресу это к Игорю Александровичу обращаться с этим вопросом. А городские активисты, напротив, говорят, что надо избавляться от подземных пешеходных переходов, делать надземные какие-то, да, наземные, точнее, пешеходные переходы. А там, вот в этой вот уже построенной конструкции, как раз создавать что-то... Слушай, ну, с точки зрения безопасности дорожного движения, это один из идеальных вариантов, когда разведены потоки пешеходов и автомобилистов. Да. Что касается новых-то переходов подземных, да. Ладно, будут ли. Игорь Александрович, есть ли такая информация или преждевременно об этом говорить? Если мы говорим именно о планах, все верно вы отметили о том, что у нас мы точно так же общаемся с общественностью, с общественниками, активистами. Есть, да, мнение о том, что нужно, необходимо отказываться от подземных переходов. Да и вообще мы понимаем с вами прекрасно о том, чтобы построить подземный переход. Это, ну, довольно серьезное вложение и на проектную документацию, и в дальнейшем на реализацию объектов. А пока по планам, наверное, не готов сказать, ввиду того, что мы просто изучаем различные варианты и понимание, вообще, где целесообразно именно его будет разместить. Последний у нас такой опыт был на Воровского, Конева, да, Волкова. Так, вот там, да, по-моему, последний, да, появился. Последний подземный пешеход в нашем городе. Переход. Переход, да, да. Спасибо большое, благодарим нашего спикера. Игорь Меркулов, начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры, с нами был на связи. У нас остается пять минуток, я могу заглянуть в телеграм-канал главы администрации. И посмотреть результаты опроса. Дмитрия Осипова. А, кстати, можно это сделать? Да, для того, чтобы посмотреть результаты опроса, надо же проголосовать. Я же говорю, не склоняюсь. А ты выбирал какой-то вариант? Я никакой не выбирал. У меня даже мысль не пришла, что можно нажать один из вариантов, и тебе можно будет посмотреть это голосование. Ладно, выбираю аристократический вариант. Слоновую кость. Слоновую кость. Ну вот выбрал слоновую кость. Холст выбираешь для будущих рисунков. Ага, результаты голосования появились передо мной. Кстати, проголосовало не так мало человек. 300 почти. Вчера, по-моему, просто есть. 300 голосов. Да, на первом месте серый графитовый. Ну вот, практично. Серый графитовый, это... Господи, напомните мне, пожалуйста. Ну это цвет мокрого асфальта, наверное. А, мокрого асфальта. Где-то так. Ну как, или гриф или карандаша. Карандаша обычного. Что-то такое, да. 34 процента, да. На втором месте вариант, который я только что выбрал. Светлый цвет слоновой кости. Так. Сколько? 29 процентов. Небольшой разрыв. На третьем месте 24 процента. Яркий синий или зеленый оттенок. Голосуют подписчики канала, глава администрации. Боже мой, только не синий. Но слушай. В зависимости от настроения, от времени года... Мне кажется, синий это очень депрессивный цвет. Может быть и зашло, но не знаю. Вот, например, зеленый цвет, он же считается... Цветом надежды, ты хочешь сказать, да? Успокаивающим, да, настраивающим. Не знаю, после того, как зеленой краской начали массово красить подъезды, мне кажется, что... Ну и вот цвет желтый с 13 процентами, он находится на четвертом месте. А что пишут в комментариях в телеграм-канале у сети-менеджера? Есть очень много предложений отдать под конкурс граффити. Несколько таких комментариев прям присутствует. Но опять же я высказываю опасения по поводу того, что кто мешает потом снова изгадить эти граффити, закрасить их, зарисовать надписями какими-то и так далее. Может быть, рекомендует обратиться к урбанистам-дизайнерам, посмотреть опыт других городов. Нужно объявить конкурс в среде уличных художников на оформление этих переходов и по результату заключить прям контракт долгосрочный, чтобы они ежегодно подкрашивали, обновляли как-то эти надписи. По полторы тысячи за квадратный метр, да? По полторы тысячи за квадратный метр. Ну вот кто-то очень практично выступает за то, что просто нужно помыть это все. Ну вот очень замечательный комментарий, мне кажется. Вы же машину не перекрашиваете каждый раз после того, как вы ее запачкаете. Правда ведь, да? Ты же едешь и ее моешь. Нет, машину можно вымыть, а здесь стена, например. Нет, кстати, есть, по-моему, такой мировой опыт. Я накануне, готовясь к эфиру, читал. Вообще проблема появления надписей всевозможных на стенах – это проблема общемировая. Ну, естественно, на любой стене, в любом городе. Видя какие-то ролики, видеорепортажи из других стран, особенно из каких-то районов, которые называют вот эти гетто. Неблагополучные. Неблагополучные, да. Там же все буквально изрисовано. И в голливудских фильмах это часто широко показывается. Так вот, мировой опыт – один из таких цивилизованных решений этого вопроса заключается в том, что ты на стену наносишь краску, специальный состав, но эта краска, ну, как бы ты так простым человеческим языком сказать, она не прилипает. Вот если поверх нее нарисовать что-то, потом это все легко смоется вместе с этой краской. Ага. Да, но проблема в том, что это надо постоянно наносить. А, понятно, чтобы был такой слой, да, смывающийся. Легко смываемый, да, да, да. То есть он дает прилипнуть вот этому граффити, какому-то, там ни было рисунку или надписи, но сам потом полностью со стены смывается. Вот такой вариант есть, не знаю. Как пленка такая получается. Да, не знаю, насколько он для России подходящий, дорогостоящий. Самое главное, насколько он дорогой, да. В общем, ни одного какого-то такого прорывного решения в мировой практике по этому поводу нет. В общем, как это у Булгакова, да, в собачьем сердце, проблема не в глазетах. Проблема в головах. В головах, да. А если, собственно, человек решил нанести какую-то надпись, испортить полностью внешний облик, то его, я думаю, уже вряд ли кто-то остановит. Тогда только камеры, как элемент воспитания. Камеры и штрафы. Только так. Вообще проблема дискуссионная. Будем к ней возвращаться, да, безусловно. На этом у нас подходит к завершению программы. Дневной разворот, да. Мы с Владимиром прощаемся. Всем до свидания.